Так, ну что, добрый вечер всем еще раз. Смотрите, я сегодня хотел рассказать немножко про такой раздел автоматизации взаимодействия с компьютером, как работа с командной строкой и работа с запуском различных приложений из других приложений. То есть, например, вы хотите из Python запустить какое-нибудь другое приложение, чтобы что-нибудь сделать, чтобы оно что-нибудь сделало, вернуло бы вам результат, и дальше вы в Python что-нибудь с ним сделали. Вот для того, чтобы делать такие вещи, нужно немножко знать про то, как устроена командная строка, что это вообще такое, и кто такие всякие шеллы. Мы с этим немножко сталкивались, но я подумал, что будет полезен более подробный экскурс в эту часть информационных технологий. Вот, смотрите, значит, тут есть, правда, некоторая техническая проблема. Дело в том, что в разных операционных системах используются немножко разные командные строки под Unix-системами. Это разные модификации шты, которые называются SH, собственно говоря, слов «shell», оболочка, или, собственно говоря, это тот самый инструмент, который выполняет команды командной строки. Под Windows есть CMD, который унаследован еще и с времен DOS. Скорее всего, вам приходилось когда-нибудь в своей жизни делать какую-нибудь странную вещь, а именно выполнять, если вы работали под Windows, то нужно было нажать, типа, «пуск выполнить», набрать там cmd.exe, и дальше в открывшемся окошке набрать какие-нибудь магические команды. Под Windows в какой-то момент Microsoft выпустил другой совершенно shell, который называется Microsoft PowerShell. Он довольно прикольный, и я с ним практически не имел дела, хотя, ну, там, когда я видел описание, когда он только появился, это было, не знаю, уже сколько лет назад, вот, но я тогда был очень воодушевлен. Но как-то мне не довелось с ним толком поработать. Вот. И, наконец, третий вариант состоит в том, чтобы использовать под Windows те же самые инструменты, те же самые инструменты командной строки, которые есть под Unix-системами, под Linux или под Mac OS. И это можно делать, опять же, по-разному. Есть, например, в последних версиях Windows есть просто встроенная штука, которая называется Linux Subsystem for Windows, как, по-моему, так она называется, LVS. Или LVS, я не помню. В общем, это такая возможность запустить как бы небольшой кусочек Linux под Windows и там выполнять всякие команды-командные строки. Другой подход состоит в том, чтобы установить штуку, которая называется Seguin. И это тоже некоторый аналог командной строки Unix-совых под Windows. В общем, есть куча разных способов это сделать, но чтобы нам сейчас не слишком с этим возиться, со всякой установкой и так далее, я думаю, что мы сделаем вот что. Я буду показывать... Давайте я для начала покажу, как все это выглядит у меня в системе. И если вы используете Mac OS или Linux, скорее всего, у вас будет все то же самое. Если вы используете Windows, то вы можете запустить, например, CMD.exe, там будут немножко другие команды, но я про это скажу. Так, давайте я расшарю свою терминалку. Ну вот у меня терминалка выглядит вот так. Я просто покажу, как она работает, а потом мы переместимся в Google-лабораторию, чтобы у нас у всех была одна и та же среда. Там, к сожалению, в бесплатной версии Google-лаборатории нет готового терминала, но, по крайней мере, можно запускать шелловские команды. Ну, собственно говоря, мы уже частично сталкивались с работой в командной строке. Вы уже знаете, что... Ну как, эта работа в основном выглядит в том, что вы просто набираете кит команды, нажимаете кнопку Enter, и эта команда выполняется. Вот, например, значит, я использовал команду ls для того, чтобы показать. Значит, ls – это unix-овая команда, которая показывает список файлов в текущей директории, в текущем каталоге. Вот. Значит, аналог этой команды, если вы пользуетесь, например, CMD под Windows, то там есть аналогичная команда, которая называется dir. notself-director, и она тоже показывает список файлов. Вот. И на самом деле у команд есть опции, аргументы. Например, если я хочу не просто показать список файлов, а, скажем, показать какую-то информацию про эти файлы, я могу нажать ls – l. Вот мне будет написано, когда какой файл был создан. Значит, кажется, dir по умолчанию выводит что-то очень похожее на то, что я сейчас вывел здесь. Вот. Вот это вот минус l – это так называемый ключ, switch, который говорит команде ls, что нужно не просто вывести список файлов, а вывести список файлов вот в таком вот расширенном виде. Ну, там есть разные другие команды. Например, если я хотел бы… Например, я мог бы попросить… Действительно, он выводит мне размер каждого файла, но он выводит его в непонятных единицах. А если я хочу, чтобы он выводил в понятных, то я использую ключик минус h, и тогда будет понятно, что здесь 52 килобайта, а здесь 835 байт. Я, к сожалению, не помню, как устроены ключи в команде dir. Кажется, можно сделать вот такую вещь, нажать dir slash знак вопроса, и вам тогда скажут, какие там есть ключи, если вы используете cmd. Вот. Суть состоит в том, что вы… Вообще вот Unix-система представляет собой некоторый набор команд. Часть этих команд – это встроенные команды, часть – это просто какие-то программы. И дальше вы с помощью командной строки эти программы запускаете, и они выдают какой-то вывод, и вы с этим выводом можете дальше что-то еще делать. Ну вот давайте… Давайте я еще покажу пару штук, связанных непосредственно с командной строкой. Вот такой вот в терминале, который открывается. Ну, во-первых, в терминале есть tab completion, то есть если меня интересует… Например, я хочу посмотреть не список файлов в текущем каталоге, а в каком-то другом. Я могу… Ну вот я могу начать… Допустим, я нажал ls, а потом набрал t, нажал табуляцию, и видите, он мне автоматически достроил название каталога. Ну, потому что в данном случае это единственный каталог, который начинается на букву t. или я могу просто нажать табуляцию, и он бы мне выдал бы список всех файлов. Допустим, я могу посмотреть на список всех домашек. Плюс в консоли можно запускать приложения, которые работают непосредственно с самой по себе консоли. Ну, например, я могу захотеть посмотреть на список процессов, которые у меня сейчас запущены. Это можно сделать по-разному с помощью инструментов обычных, системных, более привычных для всех. Но, например, можно сделать вот так. Вот я могу посмотреть, какие процессы у меня запущены, как они у меня загружают мой процессор. И, в общем, все это работает прямо внутри этой командной строки и управляется тоже в основном с клавиатурой. Но это вот такое вот консольное приложение. Сейчас мы с консольными приложениями сталкиваемся редко, но иногда они бывают полезны. В данном случае есть команды разных типов. Есть команда типа ls. Это, скорее всего, встроенная команда. Дайте проверю. В данном случае это ls. ls, но это, скорее всего, встроенная команда. Или нет? Нет, ls, видимо, не встроенная. В общем, короче говоря, есть встроенные команды, которые встроены непосредственно в сам по себе shell, а есть команды, которые просто установлены отдельно. Это отдельное приложение. Ну, в частности, htop – это некоторые команды, которые я когда-то установил себе. Да, если вы, значит, собираетесь использовать под маками всякие такие гениксовые штуки, то вам, скорее всего, будет полезно установить Homebrew. Это такой инструмент, с помощью которого можно устанавливать другие программы, и без него под маком живется плохо, если вы хотите использовать всякие вот такие вот гениксовые штуки. Вот. Ну, хорошо, давайте я, чтобы у нас была некоторая общая среда, давайте я перейду в Google Коллаб. Значит, здесь я остановлю. Открою. Открыл Коллаб, создал новый ноутбук. Сейчас он у меня откроется. Значит, в Коллабе и в Юпитер ноутбуке можно запускать команды командной строки. Это можно делать по-разному. Например, можно просто написать восходительный знак и дальше нажать Shift-Enter, и при этом выполнится не питоновская команда какая-то, а выполнится именно команда командной строки. И тут уже мы все в одной среде. Сейчас она запустится, и вот видно, что здесь есть каталог SampleData. Можно, опять же, использовать какие-то ключи, чтобы посмотреть внимательно на то, что это за файл такой. Ну, видно, что… Ну, окей, не очень видно, что это каталог, хотя это каталог. Можно в него перейти с помощью команды CD. CD от слов changedir. Ничего не произошло, потому что я просто перешел в другой каталог. Можно проверить, в каком каталоге я в данный момент нахожусь. Делать с помощью… Ну вот, что, не перешел? Не перешел. Печально. Ну ладно, это можно сделать средством питона. Ну ладно, значит, не буду. Обычно, как бы, если вы работаете в настоящем Shell, то CD переходит в заданный каталог. Видите, здесь это сейчас не сработало, но это потому, что все-таки это не настоящий Shell. Значит, я просто выполняю какие-то команды из питоновской. Из питона. Ну, давайте сделаем что-нибудь более веселое. Значит, например, давайте сейчас создам какой-нибудь текстовый файл. Значит, в коллабе можно создавать файлы вот таким образом. Если вы пишете и двойной процентика, дальше пишите файл, дальше пишите имя файла. И дальше можно сюда что-нибудь вписать. И он сейчас автоматически запишет файл с таким именем. Давайте посмотрим, что мы действительно этот файл видим. Дальше можно из командной строки просмотреть диджимые файла. Это делается с помощью команды cut. Вот он отображает мой файл. Ну и на самом деле можно делать много разных других штук. Например, допустим, я по какой-то причине захотел пронумеровать строчки этого файла. Я могу это сделать с помощью команды nl. Ну, понятно, что несложно написать три строчки на питание, которые сделают ровно то же самое, но приятно знать, что их можно и не писать. Или, например, я могу посчитать количество строк в этом файле. Две строки. На самом деле три, но он, видимо, не учел последнюю, потому что у него символы перевода переноса строки нет. Хотя странно. Ну, хорошо, можно посчитать, сколько в нем символов. Считать символов. Вот. На самом деле у Shell есть довольно мощный инструмент, который называется передоправление потоков ввода-вывода. Дело в том, что каждый... Ну, как бы вот мы когда-то писали программы на питоне, которые запрашивали какой-то пользовательский ввод с клавиатуры и что-то печатали. Ну, вот на самом деле вот этот пользовательский ввод можно перенаправлять. И вывод тоже. То есть можно сделать так, что у вас есть какой-то скрипт, который что-то печатает. Есть другой скрипт, который будет принимать на вход то, что напечатал первый, и что-то с этим входом делать. Значит, для этого в Shell, который мы сейчас используем, как раз интерпретатор этих команд, он называется BASH. Значит, в этом Shell есть такая штука, которая называется Pipe. Ну, давайте я покажу, как этот Pipe работает. Значит, собственно говоря, есть разные способы. Смотрите. Давайте первая вещь. Вот у меня есть, например, команда NL, которая нумерует мне строчки. Допустим, я вот эти вот пронумерованные строчки хочу куда-нибудь сохранить в какой-то другой файл. Тогда я могу сделать вот так. Значит, вот эта стрелочка, она показывает, что мне нужно вывод вот этой команды перенаправить и записать вот в этот файл. То есть, как бы, грубо говоря, все принты здесь превращаются в печать внутрь вот этого файла. Ну, и теперь можно проверить, что действительно у меня создался такой файл. Он действительно содержит вывод предыдущей команды. Другая история – это если вы хотите, наоборот, сделать так, чтобы какая-то программа, вместо того, чтобы принимать ввод с командной строки, принимала его из файла. Ну, вот представьте себе, что я написал такой питоновский скрипт. Давайте я его сейчас напишу. Чем такого сделать? Ну, давайте, допустим, сделаем такую штуку. Допустим, у меня будет какая-нибудь такая вещь. Продолжение следует... Допустим, если произошло исключение, то я сразу просто брейкнусь. Иначе я скажу, что у меня S равняется S плюс X. И в конечном итоге напечатаю S. Давайте проверим, как этот код работает, если бы я его написал просто внутри ноутбука. Значит, по идее, он должен просто складывать числа, которые я ему подсовываю. До тех пор, пока не произойдет что-нибудь, что заставит его остановиться. Например, я не напишу стоп. Ну, видно, что вроде работает. Давайте теперь запустим этот код из под. То есть вот если... Я не уверен, что я могу сейчас его запустить в интерактивном режиме с командной строки. Хотя давайте попробуем. Ну да, можно. Тоже вроде бы работает. Ну, а давайте теперь предположим, что я хочу запустить этот код, но скормить ему на вход не вот что-то там из команды и с клавиатуры набирать, а просто скормить ему какой-то файл. Давайте создадим какой-нибудь файл. И теперь я могу сделать такую штуку. Смотрите. Я запускаю вот эту команду. В данном случае на самом деле происходит следующее. Я запускаю исполняемый файл Python. И ему я скармливаю... То есть как бы ему я говорю, что нужно запускать на самом деле файл findsomepy. И теперь ему на вход я подам файл numbers.txt. То есть вместо того, чтобы набирать что-то с клавиатуры, этот скрипт будет теперь принимать строчки из этого файла. Давайте посмотрим, как это будет работать. 615. Вроде похоже на правду. Вот. Значит, это перенаправление потоков ввода-вывода из файла или файл. А есть еще перенаправление потоков ввода-вывода из одного процесса в другой процесс. Например, давайте представим себе, что у меня есть. Чего бы такого сделать? Вот смотрите, у меня есть мой файл... Мой файл.txt. И, допустим, я хочу отсортировать строчки этого файла. Вот. Вроде они отсортировались лексикографически. Хотя я не уверен, что сорт хорошо работает с кириллицей, но вроде бы сработал. Честно говоря, время от времени он выдает какие-то очень странные результаты. Но, опять же, полезно знать, что существует отдельная команда, которая просто сортирует строчки в файле. Значит, вот я сейчас, допустим, отсортировал. Теоретически я могу теперь сохранить результат в какой-то другой файл. Но, допустим, что я хочу его не сохранять, а я хочу попросить вот то, что получилось в результате этой сортировки, значит, дополнительно пронумеровать. То есть сделать вот такую вот штуку, но только теперь, чтобы в качестве входного файла использовался результат вот этой сортировки. Тогда я должен написать просто палочку и сделать вот так. Ну вот, пожалуйста. Значит, эта палочка означает следующее, что она выполняет команду, которая написана слева, и перенаправляет вывод этой команды, направляет во вход вот этой команды. И таким образом, на самом деле, можно делать, объединять несколько команд в пайп. Например, есть еще такая команда, которая называется grep. Скажем, я хочу, после того, как я пронумеровал все, я хочу найти, значит, оставить только те строчки, в которых есть буква и маленькая. Думаю, можно просто вот так сделать. Вот. Значит, grep – это команда, которая сканирует строчки файла и выдает только те из них, которые удовлетворяют регулярному выражению. Но в данном случае регулярное выражение очень простое, оно состоит из единственной буквы «и». И вот, значит, видно, что выдались только первая и третья строчка, потому что здесь «и» большая, и она под это регулярное выражение не подпала. Как видите, существует огромное количество инструментов в числе стандартных инструментов командной строки, и во многих случаях они позволяют довольно сильно упростить жизнь. Например, представьте себе, что у вас есть какая-нибудь огромная CSW, и вы хотите из этой огромной CSW найти только нужные вам строчки. И, с одной стороны, вы можете использовать какой-нибудь сложный инструмент типа Python и Pandas, загрузить всю эту огромную CSW в память и дальше там что-то делать. А, с другой стороны, если вы хотите просто посмотреть глазками на нужные вам строчки, и эти строчки легко выделяются, например, с помощью grep, то вы можете просто вот с помощью командной строки буквально в одно действие это сделать. Вот. Аналогично можно комбинировать собственные программы. Например, давайте сделаем… Значит, у нас есть один скрипт, который считает сумму, а давайте сделаем другой скрипт, который, например, будет нам просто печатать числа, скажем, от 1 до 100, или там от 0 до 100. Ну, и теперь можно сделать так. Python count p. И, допустим, я перенаправляю потоку ввода-вывода в… Как там у меня этот файл назывался? FindSum. Вот, пожалуйста, сумма первых 100 натуральных чисел. 5050 вроде правильный ответ. Вот. Понятно, что все то, что я сейчас делаю с помощью командной строки, можно сделать с помощью Python. И в какой-то мере, когда вы уже знаете Python, вам гораздо проще написать 5 строчек на Python, чем написать какого-нибудь вот такого типа команду. Но после того, как вы узнаете кучу команд такого типа, выясняется, что довольно часто можно сделать что-то проще. Но, кстати, если я хотел бы… На самом деле мне не нужно было писать вот этот файл count.py, потому что есть команда sec, которая выводит последовательные числа. Делает равно то же самое, что сделал вот эта моя команда count.py. Вот. У каждой команды есть инструкция по ее эксплуатации. Значит, есть, во-первых, как правило, возможность вызвать команду с ключиком либо h, либо help, где вам скажут краткое описание того, как эту команду использовать. Либо есть еще список всех команд. Это хороший вопрос. В какой-то мере… Скажем так, если вы живете в настоящем шейле, то, скорее всего, если вы просто нажмете табуляцию, то вам выдадут что-то похожее на список всех команд. Но делает довольно гиблое, потому что… Ну, вот у меня, например, сейчас в системе… Нет, я, пожалуй, не могу так вывести список всех команд. Но, например, команд на букву A у меня сейчас 139, а команд на букву B еще 105. Ну, короче говоря, их реально много. Ну, то есть, что значит много? Многие утилиты просто устанавливают свои команды, командные строки, поэтому этот список постоянно расширяется. И, с одной стороны, есть базовые утилиты, которые непосредственно… Вот есть какой-то набор базовых униксовых команд, которые есть более-менее везде, более-менее в любой униксовой системе. Но я даже не уверен, что, опять же, есть какое-то место, где можно было бы просто взять и прочитать. Все, наверное, можно найти что-нибудь такое. Вот. Но тут, скорее, как правило, открытие новых команд происходит в обратную сторону. Вы думаете, а как бы сделать такую-то штуку? Дальше начинаете гуглить что-нибудь вроде… Ну, допустим, я не знал бы про то, что существует команда nl, и я бы хотел загуглить, значит, это что-нибудь вроде enumerate lines. Ну, и дальше там можно написать CLI. Ну, не совсем то. Я нашел VC-L и много разных других штук. Вот. Ну, вот, например, здесь рассказывается про nl. Да, еще один способ посмотреть в документацию по конкретной команде – это нажать man. Не знаю, как все оно сейчас у меня отобразится здесь. No manual entry for a sec. Ну, ладно. Допустим, man ls. Ну, вот. Значит, man – это команда, которая показывает справку по другим командам. Man, от слова manual. На эту тему есть какое-то количество фольклора, около компьютерного, когда какой-нибудь новичок начинает изучать Unix, команды командной строки, и говорит, что ничего не понятно, как вообще всем этим пользоваться. Опытный человек воскомерно говорит, читайте man, и в них все написано. Ну, как любая другая документация, читать man не так-то просто. Ну, в принципе, сейчас в интернете много всяких примеров. И, честно говоря, чаще, чем man, я просто гуглю пример использования нужных мне программ. Ну, вообще, как бы исторически сначала люди придумали, что можно общаться с компьютером с помощью командной строки, и написали много всяких разных команд командной строки, программ, которые используют этот интерфейс. Потом люди придумали, что можно сделать графический интерфейс. И, с одной стороны, графический интерфейс обладает всякими преимуществами, типа того, что он более, ну, как бы, как правило, действия гораздо проще понять, что они существуют, и найти их с помощью графического интерфейса. Вам не приходится читать какие-то такие вот просто не тексты, чтобы сделать какое-то простое действие. Но, с другой стороны, там, у командной строки есть, именно как у интерфейса взаимодействия с компьютером есть свои преимущества. Ну, в частности, гораздо проще реализовывать самим команды, которые работают с помощью командной строки, потому что реализовывать графический интерфейс – это дело само по себе довольно хлопотное. Ну, там, я специально выбрал в качестве, там, единственного инструмента, который реализует что-то похожее на графический интерфейс, выбрал Streamlit, потому что там это реально просто. Но если вы хотите, вот, прямо сделать нативное приложение, в котором будут какие-нибудь окошки, кнопочки и так далее, то, ну, придется повозиться. И это немножко другой подход к программированию, потому что у вас нет никакого четкого порядка выполнения команд, потому что, наоборот, у вас есть какой-то код, который ждет пользовательского ввода, что пользователь кликнет по какой-нибудь кнопке или еще что-нибудь сделает, вот, код должен это как-то обработать, и, в общем, тут совершенно другая парадигма. А писать какие-то команды, которые работают именно из командной строки, довольно легко. Ну, собственно говоря, давайте я покажу, как можно в Питоне такие команды писать. Давайте. Значит, стандартный способ. Ну, собственно говоря, мы уже какое-то количество команд написали таким образом, но наши команды, ну, вот, типа Countlines, они были не очень интересными, потому что они сами не воспринимали никаких аргументов. Вот, например, команда sec, видите, у нее, ей можно сказать, начиная с какого момента считать, до какого момента считать. А мой файл count.py я был вынужден жестко зашить в коде, здесь число 101. И это, в общем, не очень хорошо. Как правило, вы хотите сделать что-то похожее на вот команду sec, то есть какую-то программу, которая принимает на вход какие-то аргументы командной строки и дальше выполняет, что надо, пользуясь этими аргументами. И для того, чтобы это сделать, ну, в Питоне проще всего использовать штуку, которая называется arcparse. Давайте сделаем какой-нибудь простой код, допустим. Давайте сделаем say hello.py. Значит, я никогда не помню, как этим аргпарсом пользоваться и всякий раз гуглю пример кода на нем, и после этого, ну, как правило, я просто копирую вот эту штуку, а потом переписываю так, как мне нужно. Значит, arcparse позволяет описать, какие аргументы командной строки принимает ваша программа. Соответственно, вот я создал объект, который у меня будет распарсивать командную строку. Ну, давайте добавим каких-нибудь аргументов здесь, например. Добавим аргумент... Кому сказать hello? Заодно я напишу какую-то документацию автоматически. Давайте сделаем еще какой-нибудь аргумент, например. Чтоб такого сделать. Тут используются довольно продвинутые механизмы, но мы сейчас сделаем что-нибудь попроще. Что-нибудь в таком стиле. Ну, и давайте напишем какой-нибудь код, который будет выдавать приветствие. Давайте здесь сделаем дефолт. Важно ли? Важно ли? Важно ли? Важно ли? Дефолт. Ну, что-нибудь вот такое. Давайте посмотрим, что из этого получится. Значит, вот здесь я передал, этому самому sayHello, передал один аргумент имя, и вот он его автоматически распарсовал, записал его в эту переменную args to whom, и дальше использовал его вот в этой строчке. Соответственно, я не указал переменную dayTime, и она по умолчанию установилась в day. Давайте я ее укажу. Значит, один из способов, такой типичный для Unix систем, указывать аргументы, имеющие название, это ставить перед ними два минусика. Значит, и здесь можно просто написать... Значит, если бы я хотел бы написать что-нибудь более длинное, например, здесь я хотел бы написать вот так вот. Значит, если бы я написал вот так, то получилось бы неправильно, потому что он бы воспринимал вот эту штуку как два разных аргумента. Вообще аргументы в командной строке просто разделяются пробелами, и, видите, он в данном случае ругается на то, что он не знает, куда девать вот этот аргумент. Я вроде бы как задал один аргумент такой без имени, и он воспринимает вот эту штуку как этот аргумент, а второй не знает, куда девать. Соответственно, если я хочу, чтобы пробел не был разделителем, один из способов этого добиться — это поставить бэкслэш перед пробелом, другой способ этого добиться — это поставить кавычки. Вот. Значит, надо сказать, что у этого самого аргпарса довольно много возможностей. Можно создавать всякие переменные, всякие аргументы, которые автоматически проверяются, что вы ввели что-то правильно. Можно делать всякие ключики, которые, соответственно, там, дальше можно к ним обращаться как к булевским переменам. В общем, короче говоря, библиотека довольно богатая и в целом довольно удобная для использования. Но вот кроме того, что я никогда не могу запомнить вот эти вот несколько строчек. Ну, и, в принципе, если вы хотите реально сделать какой-то код, которым бы вы… Ну, вот до сих пор мы писали код в виде, там, iPad и ноутбуков. Это, ну, в принципе, нормально, но если вы хотите какой-то более четко описанный и более воспроизводимый код, то, скорее всего, его хорошо оформить в виде отдельного вот такого скрипта. Явно описать, какие у него входные аргументы и что они делают. И дальше вы уже можете этим кодом пользоваться, полностью забыв про то, как он написан. И, ну, там, в частности, вызывать дискомандные строки. В частности, например, комбинировать с другими программами. Вот. Что-то еще хотел сказать про ArcParse и про вот этот код. Ну, ладно. Вот. Да. Значит, на самом деле то, что я сейчас показывал, это еще цветочки. Потому что, на самом деле, вот эта самая командная строка, это, на самом деле, тоже язык программирования. Ну, собственно говоря, можно писать код. Значит, вот если я пишу 2% bash, дальше я могу писать код на этом самом bash. Ну, вот так вот работает. Вот это то же самое, что сделать вот такую штуку. Ну, более-менее то же самое. Немножко по-другому отформатировалось, не знаю, почему. Но на самом деле это язык программирования, у которого есть все, что мы ожидаем от языка программирования. Скажем, например... Не могу сделать что-нибудь в таком роде. Язык программирования так и называется bash. Ну, есть, на самом деле, разные shell, есть bash, есть zsh и еще сколько-то. Ну, самый их такой популярный – это bash. Значит, вот типичный пример такого скрипта на баше. Значит, что делает вот этот код? Он выбирает все... Значит, вот эта вот звездочка .txt позволяет выбрать все файлы, у которых имя заканчивается на .txt. Звездочка в данном случае означает все, что угодно, а .txt означает .txt. И вот эта вот часть, она создает такой как бы список из этих имен файлов. А дальше каждый элемент этого списка присылается переменный файл. Дальше вот в этой строчке echo file... Видите, мне здесь нужно было поставить доллар, чтобы эта штука поняла, что вот этот файл – это на самом деле переменная. Значит, соответственно, echo – это местный аналог print. Если я хочу просто что-нибудь... Ой, не то я сделал. Если я хочу просто что-нибудь напечатать, то я использую echo. И дальше я написал, какой файл я сейчас обрабатываю, а потом применил функцию nl к этому самому файлу. И вот видно, что здесь получилось. Честно говоря, я небольшой любитель писать сложные скрипты на Basha. Отчасти потому, что я его не очень хорошо знаю. Но иногда бывает полезно. То есть написать какой-нибудь вот такого типа код. Опять же, бывают ситуации, когда проще это сделать именно на Basha, а не в Python. Хотя, в принципе, конкретно эта штука несложная в Python реализуется. В любом случае, вы можете с чем-то таким столкнуться. На самом деле, под Windows такое тоже можно делать. Но, в частности, PowerShell – это тоже такой вполне полноценный shell. В cmd.exe тоже можно создавать переменные и делать всякие разные другие штуки. Можно писать такие BAT-файлы, которые... Я, честно говоря, не помню, как там делаются циклы. Тысячу лет назад я писал последний раз BAT-файлы. Но, в принципе, тоже можно. Это открывает некоторые возможности для автоматизации. Вот. Но давайте я еще покажу, как вызывать разные программы, которые у вас есть в системе, как их вызывать с помощью Python. Это, на самом деле, тоже можно делать разными способами. Но есть... Так. Process. Это называется. Значит, вот, допустим, я хочу вызвать какую-нибудь программу, которая у меня установлена в системе из-под Python. Почему это может мне понадобиться? Ну, я не знаю. Бывают всякие разные. Ну, вот, например... Скажу, у меня в какой-то момент возникла такая задача. У меня есть код... Значит, у меня есть картинки, нарисованные на планшете. И когда я с планшета делаю экспорт картинки в PDF, она экспортируется на большом таком листе. А я хочу этот лист обрезать так, чтобы он был бы маленьким. И единственный способ это сделать... Ну, так, чтобы в итоговом файле было бы не большое белое поле с картинкой посередине, а так, чтобы была только картинка. И белое поле было бы вот таким, чтобы там картинка поместилась. И я не нашел более простого способа, чем использовать такой векторный редактор Inkscape, редактор для векторной графики. И, к счастью, этот самый Inkscape позволяет... Некоторую автоматизацию он позволяет запускать... Его можно запускать из командной строки и из командной строки же инструктировать его, чего нужно сделать с файлом. Я в какой-то момент написал скрипт, который мне как раз это и делал. Ну, то есть вообще, возможно, всякие разные ситуации, когда вам может понадобиться запускать другие команды из подпитона. Ну, давайте я покажу какой-нибудь способ это сделать. Допустим, я хочу... Значит, что-нибудь простое сделаем. Допустим, я хочу выполнить эту команду ls. Ну, вообще, если вы работаете в... Если вы работаете в Calabi или в Jupyter ноутбуке, то, в принципе, вы можете комбинировать битоновский код и шелловский код. Вот, смотрите. Значит, я сказал, файл сравняется в искательный знак ls. Вот эта часть обработалась вашим. То есть результат выполнения вот этой части это то же самое, что результат выполнения вот этой команды. Я должен был бы здесь в искательный знак поставить. И так понял. Вот. И дальше, как видите, у меня в файл записался вот этот результат. Но это не совсем то, что я, возможно, хотел в этом месте, потому что, как видите, у меня здесь записалось списочек из двух строчек, просто потому что здесь они отобразились как две строчки. То есть не каждый файл по отдельности, а вот так вот. Но вот эта штука работает только из-под Jupyter или из-под Calabi. Если вы хотите такое чисто питоновское решение, то нужно использовать subprocess. И, например, вы можете сделать что-нибудь в таком роде. Ну, давайте. Сейчас интересно, если я так сделаю. Нет, это мне не нравится. Ладно, давайте сделаем check output. Вот, собственно говоря, сейчас я что сделал? Сейчас я запустил команду ls. Обратите внимание, что я здесь этой команде ls передал. Эту команду ls я передал в виде списка, состоящей из единственной строки. Дело в том, что мы знаем, что у команды могут быть дополнительные аргументы, и каждый из этих аргументов в этом синтаксисе он передается отдельным элементом списка. И, как видите, я получил какой-то результат. И этот результат, в данном случае видно, вот видите, здесь буква b. Она означает, что нам выдали последовательность byte. Значит, если я хочу представить эту последовательность byte. Дело в том, что почему вы выдали именно последовательность byte, а не строчку. Дело в том, что результат работы любой команды – это на самом деле именно последовательность byte. То, что мы это видим именно как строчки, это уже результат того, что мы запускаем эти команды в каком-то терминале или еще в каком-то программе, и они декодируют эти байты в строке. В частности, например, это означает, что может возникнуть такая проблема, что у вас терминал, например, настроен не на ту кодировку, которая есть в системе, и вы будете там вместо кириллических букв видеть какую-нибудь крокозябу. Такое бывает. В данном случае у нас все в Unicode, и можно просто сказать, допустим, такую вещь. Ну вот, теперь она вернулась честная строчка. Ну и дальше уже эту строчку можно как-нибудь разбивать сплитом, и в общем, делать с ней все что угодно. Тут, правда, нужно аккуратно действовать со сплитом, потому что если бы у меня среди файлов были бы файлы, в которых в именах встречаются пробелы, то здесь бы я сейчас получил какую-нибудь ерунду. Поэтому, в общем, если вы хотите перечислить список файлов в текущем каталоге, вот это не самый лучший подход, но я просто демонстрирую, что это такой способ вызвать другой процесс. Ну, давайте ради интереса сделаем. Значит, вот, и я запустил ls с ключиком минус l для того, чтобы получить output с размерами. Вот, значит, я сейчас использовал чекаутпут. Чекаутпут возвращает, значит, он возвращает то, что... То, что команда сделала, он просто возвращает в виде байтов. И есть другие способы это делать. Например, вот я могу сейчас делать такую штуку. Скажем, check call ls. Он мне вернул 0. Значит, дело в том, что у каждой из команд, которые вы таким образом запускаете, есть, так называемый код возврата. С помощью кода возврата команда может сообщить, так сказать, она нормально отработала или в процессе работы возникла какая-то ошибка. Например, я могу сказать, что... Ну, давайте я просто напишу здесь какую-нибудь, допустим, вот такую штуку, если я сделаю, что будет. Вот, значит, у меня сейчас команда ls с вот таким вот... Ну, я попросил показать содержимое вот этого каталога или информацию про этот файл, а файла такого нет. И команда вернула non-zero exit status. Это как раз означает, что произошло что-то не то. Значит, возможно, что здесь ему можно сказать, чтобы он в этот момент не выдавал бы exception, а... Ну, понятно, да, нет, он и должен выдавать exception. Значит, можно сделать какую-нибудь такую штуку. Потому что эта штука находится в субпроцессе, конечно. Ну, на самом деле, можно с помощью вот этого субпроцесса делать более сложные штуки. В частности, в принципе, с помощью субпроцесса можно эмулировать вот эту работу пайпов. То есть можно запускать несколько команд. И, например, вывод одной команды перенаправлять в обвод другой. В общем, тут всякие разные возможности есть. Но сейчас я, наверное, не очень хочу про это рассказывать. Это довольно специфические вещи. Вот. Но давайте я, может быть, в качестве примера, когда какие-то такие вещи могут быть полезны, приведу, например, такой, скажем. Сейчас, интересно, вот есть у меня здесь image magic? Нет. Давайте поставим. Так он, интересно, устанавливается. Да, значит, я сейчас использовал команду apt-get. Это линуксовая команда, если точнее даже не просто линуксовая, а относящаяся к дистрибутивам, основанным на Debian, в частности, к Ubuntu. И я попросил его установить пакет, который называется image magic. Это такой графический редактор, работающий с командной строки. Может показаться, зачем, может возникнуть вопрос, зачем в принципе может понадобиться графический редактор, работающий с помощью такого несвойственного, не характерного для графики интерфейса. Но на самом деле довольно часто приходится им пользоваться, например, чтобы сконвертировать картинку из одного формата в другой формат быстро, или чтобы, допустим, ну давайте сейчас что-нибудь сделаем веселенькое с помощью конверта. Или не очень веселенькое. Допустим, возьмем какую-нибудь картинку. Ладно, это вроде миленькое. Так, давайте я хочу скопировать адрес, копию имидж адрес. Значит, давайте я эту картинку сейчас просто скачаю. Интересно, VGET у меня тут есть. Наверное, есть. Значит, если вы хотите с помощью командной строки скачать содержимое какой-нибудь страницы, или какой-нибудь файл, или даже сайт целиком, то можно использовать эту команду VGET. У нее тоже уйма опций. В частности, она умеет сама по себе ходить по ссылкам и скачивать какие-то кусочки сайтов или целиком сайты, если правильным образом ее запустить. Но в данном случае я скачал вот эту картинку, картинка в формате PNG, но давайте я ее превращу, допустим, во что-нибудь другое. Что-то такое с ней сделать. Пусть будет GPX. Ну, вот видно, что у меня теперь есть вот эта исходная картинка в формате PNG. И вот я ее сконвертировал в GPX. Новая картинка, кстати, весит 96 килобайт, а старая весила 556 килобайт. Так, как бы нам только на нее посмотреть. Видимо, вот так можно и посмотреть. Вот она. Значит, ну, видно, что действительно та же самая картинка. Из CSV в DTA... Нет, значит, вот этот конверт – это штука, которая относится именно к ImageMagic, и он конвертирует именно картинки из одного формата в другой. Значит, если вы хотите из CSV в DTA конвертировать, скорее всего, самый простой способ – это открыть CSV в Pandas и сохранить ее в Pandas как DTA. или если вам нужно это делать часто, опять же, вы можете написать скрипт, который будет это делать. Вот. Универсального конвертера из разных форматов в разные другие форматы не существует. Хотя есть... Ну, вот, например, если у вас есть... Если вы работаете с какими-нибудь текстовыми форматами, вам может пригодиться что-нибудь... Например, вам может пригодиться какой-нибудь Pandoc. Или вот, скажем... Сейчас, интересно, тут есть какая-нибудь вот такая вот штука. PDF to text. Что-то... Сейчас. Вот, допустим, такая история. Иногда приходится работать с PDF-ками. Надо посмотреть, к чему она относится. Популяр от TILS. Вот. Давайте возьмем какую-нибудь PDF-ку. Как взять PDF-ку. Ну, допустим. Ну, допустим. Не знаю, что из этого получится, потому что этот pdf2text может не очень хорошо работать с кириллицей, но давайте посмотрим. И уж точно он плохо работает с формулами, но вдруг. Ну да, не так уж и плохо. Смотрите-ка. Вот я переконвертировал pdf в текст. Соответственно, если у меня есть 1000 pdf, то гораздо проще написать какой-то цикл с помощью shell, который будет выполнять pdf2text, и дальше вы можете работать уже с текстишками. Ну, понятно, что вы при этом теряете какую-то информацию, но в какой-то момент я сгенерировал кучу вариантов, а потом у меня сломалась система, которая мне и генерировала. Точнее, я не смог сгенерировать тот же вариант, но с решениями. И для того, чтобы получить все-таки решение, ну, по крайней мере, ответы, а там это был какой-то вариант по линейной алгебре, мне пришлось... Да, а исходники я тоже потерял свои, и мне пришлось взять pdf-ки с помощью pdf2text, вытащить из этих pdf-ок условия, ну, там, какие-то матрицы, которые были в этом условии, и после этого написать код, который бы мне решал бы мои же задачки, ну, вот с этими матрицами. Какие-то такие вещи приходилось делать. Ну, вообще, опять же, существует огромное количество утилит командной строки, которые могут решать конкретную подзадачу, которая у вас есть. Ну, там, что бы еще такое предложить, сделать. Есть pando. Есть pando. Так, уже установлен. Отлично. Значит, pando – это такой инструмент, который позволяет конвертировать текстовый документ из одного формата в другой. Ну-ка, кстати, вот интересно, он с pdf-ка справится. Допустим, если я хочу сконвертировать, чтобы куда-нибудь сконвертировать. Допустим, я могу какую-нибудь html попросить куда-нибудь сконвертировать. Лучше, наверное, переименовать. Значит, у меня скачался файл дифференциального уравнения, но он скачался без расширения. Давайте я его переименовываю. Значит, переименовать можно с помощью команды mv. Она же переименовывает, она же перемещает файлы. И теперь, допустим, я могу попробовать его сконвертировать во что-нибудь другое. Скажу в markdown. Продолжение следует... Ну, вот, пожалуйста, хода-бедного он сконвертировал html-ку в markdown. Ну, в принципе, пандок много чего умеет. Какие у него тут форматы-то есть? Значит, это то, что он может получать на вход. Это то, что он может получать на выход. Листа output форматы. Вот. Ну, в общем, и так далее. Можно найти команду, которая делает примерно все, что угодно. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы про все про это? Да, я выложу. Ну, вот, все, что здесь сделано, я выложу. Хорошо. Вообще, общая идея, которую я пропагандирую, состоит в том, что если у вас есть какой-то файл в каком-нибудь формате, и вам нужно с ним что-то автоматически сделать, ну, скорее всего, это можно сделать, скорее всего, написаны какие-нибудь утилиты, которые с помощью, которые с этим файлом умеют работать, или его можно сконвертировать в какой-нибудь другой формат, с которым вы можете работать. И, в общем, практически, ну, реально, очень много, очень много чего можно автоматизировать. Это не всегда просто, не всегда быстро, но это почти всегда можно. Вот. Хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Это зависит от того, что вы делаете. Ну, то есть, например, очевидно, что какая-нибудь команда типа NL работает быстрее, чем аналогичный питоновский код, потому что она, скорее всего, написана на C, и там все оптимизировано. На самом деле, многие питоновские утилиты, на самом деле, являются обертками к каким-то другим программам. Или всякий питоновский код более требовательный может являться просто оберткой к какой-нибудь хищной библиотеке. Ну, мы это видели на примере NumPy, но всякие разные другие штуки тоже есть. То есть, когда вы запускаете, вроде как, из-под питона просто питоновскую библиотеку, на самом деле при этом запускается либо вообще какой-то сторонний инструмент, такое тоже бывает, либо запускается какой-нибудь консишный библиотек, которая к этому питону прикомпилирована. Вот, ну, так что тут со скоростью универсальный ответ трудно дать. Вот, окей. Ну что, все тогда, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok